Добрый вечер. Сегодня вторая лекция моего курса, он называется Homo mutabilis, вы название это видите, это значит человек меняющийся. А на первой лекции я рассказал о концепции всего курса в целом. Ну, вкратце, главная мысль была такая, что человек это существо, которое не просто меняется, но понимает, что меняется. Вот мне, я избрал таким слоганом, девизом эти слова. И кроме того, я говорил на той лекции, что человек пытается во всем взять ответственность на себя в любом своем действии. Ну и вообще говоря, и за свое появление он пытается взять тоже ответственность на себя. Ну, вот как это возможно? Вот когда он воздействует на мир осознанно и тем самым воздействует на себя, то понятно, что он пытается менять окружающий мир и тем самым меняет себя, потому что он есть часть этого мира. Вроде бы это рассуждение понятное. Но когда я говорю, что он пытается взять на себя ответственность в своем изначальном появлении, то это не очень понятно, потому что древний человек не обладал теми знаниями и умениями, как современный человек. Он не обладал таким разумом, как у нас. У него не было той свободы воли, как у нас. У него не было этики, эстетики. У него не было религии, в конце концов. Так что же тогда? Как это возможно? А вот. Ну и также на первой лекции я рассказал о том, что есть множество аргументов в пользу того, что мы люди как бы по воле кого-то или чего-то существуем и действуем. Ну и, в общем-то, это довольно развитые концепции. Можно сказать, что мы появились и существуем по воле Бога или действия природы, или случая, и тогда никакой ответственности нас. Есть некоторые силы, которые над нами и которые нас создали и продолжают каким-то образом нами руководить. Но по воле Бога это понятно. Вот есть Бог-творец, который создал этот мир, и, соответственно, тогда и человека вообще, то есть и каждого из нас, соответственно. Никакого участия мы в этом, понятное дело, тогда не приняли. По воле природы это тоже понятно, что есть некоторые природные силы, объективные. Их изучает наука, естественные науки и гуманитарные. И они довольно точно нам расскажут, как всё это в долгом времени развивалось и как это, в конце концов, привело к тому, что мы есть на свете. И вроде бы нас тогда тоже тут нету. Развивалось, развивалось, и получилось вот то, что есть. А по воле случая, ну, тоже прекрасно, да, можно понять, что есть вот гипотезы такие, что Вселенная бесконечно огромное количество самых разнообразных планет, в том числе и очень похожих на нас. Но нашей планете почему-то очень и очень повезло. Это редчайшее стечение обстоятельств, и тут возникла жизнь, и потом, соответственно, человек. Да, повезло, просто случай, да, и опять нас здесь нету. Так вот, в общем-то, первое, о чём я сказал, о создании мира и человека-творцом, это то, что называется креационистской теорией, теорией, как бы, creation, создания, да. И я об этом сегодня лишь косвенно несколько раз скажу, что это такое, но вообще в целом я совершенно о другом буду говорить. Вот, ну, понимаете, что же из этого, из этой ситуации следует, что мы вроде бы как бы сами по себе ускользаем от того, чтобы нам даже не предлагают каким-то образом поучаствовать в нашем создании, не говоря уже о том, что какую-то ответственность на себя за это брать. Вот, ну, и понимаете, сегодня мы, может быть, чувствуем себя вполне уверенными более-менее в этой жизни, да. Мы как-то можем спланировать свою жизнь, мы делаем какие-то открытия, в том числе и научные, в тех самых и естественных, и гуманитарных науках, и вообще то, чем мы сегодня здесь занимаемся. Вот я вам что-то рассказываю, вы как-то думаете, а потом будет семинар, и там мы будем дискутировать на эти темы. Вполне себе осмысленное, осознанное состояние, и мы здесь находимся с полной ответственностью за наше присутствие. А вот, а что же всё-таки происходило с тем самым древним человеком, у которого, ну, даже вроде бы ни малейшей способности нет как-то осмыслить, да, эти силы природы или каких-то других вообще явлений, окружавших его. Ну, в принципе, я об этом хочу и сегодня и поговорить, потому что понятие антропогенез, происхождение человека, вот именно оно будет меня сегодня интересовать. А хомо хабелис – это один из видов, ну, как принято в биологии называть некоторые первые виды людей, вот это один из них, в переводе это значит «человек умелый». Вот это лишь только часть моего будет рассказа об этом хомо хабелис, но всё-таки в целом разговор о том, откуда же мы всё-таки люди взялись, да, как так получилось, что мы есть. Ну, во-первых, нужно сказать, что, чтобы это в целом оценить в рамках всё-таки научной теории, да, эволюционной теории, именно о ней я, наверное, больше всего сегодня поговорю, то нужно сказать, что это очень и очень долгая история, да, в общем-то она насчитывает около 4 миллиардов лет, да, потому что именно столько существует жизнь на нашей планете, да. Вот, и как только я эту фразу произнёс, наверное, у многих из вас что-то типа оскомины возникло, потому что очень это похоже на фразу учителя в пятом классе средней школы, да, на уроке по истории древнего мира. И, в общем-то, я должен сказать, что в значительной степени, ну, по крайней мере, первая часть моей сегодняшней лекции очень будет походить именно на такой урок. Вот, а мало того, что как-то это какие-то, может быть, неприятные школьные ассоциации у многих из вас вызывает, но тем не менее, да, выясняется, что большинство людей, иногда живущих вполне себе полноценной жизнью, вполне себе хорошо образованной, вдруг выясняется, что вот этот школьный период приблизительно около пятого класса – это некое белое пятно. Вот почему-то начнешь с ними разговаривать, или они сами пытаются что-то такое вспомнить из этого времени и не помнят ничего абсолютно, в том числе и тему там биологии, эволюции, происхождения человека. Вот, почему? У меня есть определенная теория, она, может быть, не совсем научная, она как бы такая композиция моих наблюдений многочисленных и разговоров с моими студентами и другими людьми. Вы знаете, мне кажется, что вот этот пятый класс, это же где-то там 12-13 лет, это такой активный пубертат. Это когда мальчики и девочки не интересуются ничем другим, кроме как друг другом. Мальчики интересуются девочками, девочками и мальчиками, и все они очень и очень сильно интересуются различными интимными подробностями собственного тела и всякими манипуляциями с этим телом. Все остальное не очень интересно, поэтому все эти уроки, и не только история древнего мира, а, скажем, русский язык в это время на уроках по русскому языку занимаются слитным и раздельным написанием наречий, вот именно поэтому, мне кажется, что большинство людей не умеет определить, слитно или раздельно писать то или иное наречие. Просто белое пятно в образовании, никак не компенсированное в дальнейшем. Поэтому слово «непонятно» – непонятно, как писать, вместе или раздельно. Ну, в общем, такие мои наблюдения, можете их оспорить каким-то образом. Ну, ладно, идем дальше. Итак, все-таки давайте эту оскомину набивать друг к другу. Значит, для того, чтобы понять, как это все могло получиться, нужно произнести такие слова. Умеет кто-нибудь так вот без подготовки сказать дезоксирибонуклеиновая кислота? Умеет. Прекрасно, да? Поэтому биологи наверняка в зале есть. Значит, получилось так, как нашей планете повезло. Вот есть вот эта рибонуклеиновая кислота и дезоксирибонуклеиновая кислота. Не буду углубляться сейчас в эти знания. Скажу приблизительно так, что вот наша планета приблизительно 4,5 миллиарда лет существует, существовала. И, кстати, это довольно молодая планета, потому что Вселенная всего-то там около 13 миллиардов лет. То есть долго-долго-долго ничего-ничего на свете не было. Чтобы почувствовать эти огромные периоды времени, можно прибегнуть к каким-то метафорам, образом, потому что это необычайно долго. Вот на том самом первом уроке по истории древнего мира в пятом классе я помню... Я вот почему-то хорошо помню этот урок. Наверное, у меня проблемы с пубертатом были, и до сих пор я как-то неправильно вырос, как кривое дерево какое-то. Но ничего страшного. Вот, значит, учитель сказал так. Вот дети, там, значит, период, который мы будем изучать, это несколько тысяч лет назад. Вы понимаете, что такое тысячи лет? Ну да, понимаем. Он сказал, давайте проведем один эксперимент. Он достал свои часы и сказал, вот вы там, я говорю, вы что-то там друг с другом переговариваете. Давайте мы все замолчим ровно на одну минуту. Я, кстати, с вами этот опыт не могу, не буду проводить, сами можете провести. И все замолчали на одну минуту. И через минуту он сказал, все. Вот эта минута показалась такой бесконечно долгой, просто какой-то ужас, да? Он сказал, вот один час – это 60 минут, там, соответственно, 24 часа – это сутки, 365 дней – это год. А представляешь, что такое тысяча лет, а несколько тысяч лет. Так вот, когда я говорю там о 13 миллиардах, то это просто наш несчастный человеческий мозг даже осознать не может, насколько это долго. Так вот, значит, наша планета 4,5 миллиарда лет существовала, и в течение вот этого первого полумиллиарда лет что-то такое произошло, что появилась молекула органическая, вот она здесь слева, она называется РНК. И это такая молекула хитрая, что она способна сама по себе к самовоспроизводству. Вот у нее так эти цепочки устроены, что она может, как маленькая химическая фабрика работает, что она может к себе пристроить точно такую же молекулу, то от нее отцепится и полетит в свободное плавание. Вот эта удивительная особенность нашего химического мира, пока не живого, она дала возможность тому, чтобы появилась жизнь. Но, кстати, до жизни здесь еще очень-очень далеко. И совершенно непонятно, как из этой молекулы, просто, не знаю, там такого некоторого химического фокуса, как все-таки могли возникнуть организмы. Но они возникли. Вот. И очень, опять-таки, долго, опять какие-то миллиарды лет что-то такое происходило. И вот приблизительно полтора миллиарда лет назад или чуть даже больше возникли такие организмы, которые не были просто некоторой оболочкой, внутри которых вот такая хитрая молекула. Они стали многоклеточными, и, соответственно, каждая клетка выполняла свою функцию, то есть дифференциация функций многоклеточным организмом. Это тоже было чудо. Это невозможно объяснить просто так, как это получилось. Ну, наверное, появление РНК можно объяснить тем, что наша планета представляла по счастливому случаю огромный химический бассейн, в котором были необходимые элементы. Так случилось. Нам повезло. И постоянно были электрические разряды и нужный температурный баланс. И вот там миллиарды лет это все бухало, ухало, урчало, кричало и крутилось. И вдруг вот-вот синтезировалось то, что синтезировалось, а потом начало воспроизводиться. И далее, и далее начали совершаться чудеса. Многоклеточные организмы усложнялись, и около 600 миллионов лет появились первые беспозвоночные организмы, а 500 миллионов лет назад, то есть полмиллиарда лет назад, появились позвоночные. И это тоже было чудо-чудесатое, невероятное, в которое поверить невозможно, поэтому так часто в этих разговорах прибегают к понятию чудо, мистики и какой-то чужой воли. Вот про эту чужую волю мне отдельно захочется поговорить, но чуть позже. Но появился в нашей истории уже очень-очень поздно почти наш современник. Вот такой человек, простите, пожалуйста, забыл показать эту картинку, как это дерево жизни вот таким образом представляло собой развитие от одного к другому, разветвлялось, появлялись разные-разные организмы, и вот там справа вверху нарисован современный человек в виде такой даже вот девушки, которая весьма такой свободной позе сидит там где-то на этой веточке. А вот про дерево жизни я тоже, кстати, рассказывал на первые лекции, вернее, про то, что стоит только начать говорить про биологию, как тут же приходит в голову ассоциация, что, значит, ну, дерево, как вот просто биологический организм, растущий даже вот здесь в парке, это все понятно, и очень хочется любую теорию привести к вот такой структуре, что есть нечто основное, а из него что-то такое разветвляется и разветвляется. Так вот, знаете, дело в том, что это тоже такая биологическая метафора, которая в один прекрасный момент появилась, кто-то ее придумал, правда, не на пустом месте. Еще у древних греков существовало, и там у римлян существовало понятие древа жизни. На латыни это звучит как арбор мунди. Вот мне хотелось бы с точки зрения современных коммунитарных теорий говорить больше о ризоматических структурах, не о таких, у которых есть главный ствол, из которого все происходит. Но об этом я скажу на следующих лекциях неоднократно еще. А сегодня вот все-таки древо жизни. Так вот, в биологии его активно стал употреблять вот такой человек, хорошо вам знакомый, Чарльз Дарвин. Вот, он в конце 19 века, ну, кем он был? Он был натуралистом и путешественником. Знаете, его даже таким вот строго профессиональным ученым в современном понимании слова не назовешь. Может быть, у него есть такое в судьбе, его некоторые такие авантюрные явления, жилки. Хотя, конечно же, это ученый совершенно величайшего уровня, и современная биология во многом именно к нему восходит. Но также и активная критика какая-то его теории существует. Так вот, именно он сказал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. То есть где-то там, внизу, есть обязательно что-то исходное, из чего-то все произошло. Вот, скажем, из первого организма, одноклеточного, в котором как раз работала та самая рибонуклеиновая кислота. Вот, ну и также ему принадлежит утверждение о том, что, о происхождении человека, что у него есть некий общий предок, и более того, есть общий предок у нас, современных людей, и у современных обезьян. Вот, фраза о том, что человек произошел от обезьяны, она не совсем корректная, даже с точки зрения того, что написал сейчас Дарвин, потому что он так не говорил. Уж если понимать это буквально, то, значит, вот та обезьяна, которая живет сегодня в зоопарке, она и есть наш предок, вот, а все совсем не так. У обезьян и у нас есть где-то, где-то там далеко-далеко общий предок, и мы от него произошли. Вот, ну и как это, собственно, получилось, то Дарвин это объяснил, он назвал такой причиной естественный отбор, это такой фактор эволюции, который приводит к выживанию и преимущественному размножению более приспособленных в данном условиях среды особей. То есть вот сегодня такой-то климат, значит, соответственно, наиболее благоприятные условия это для таких-то, таких-то организмов, и они будут выживать и воспроизводиться. Но если мы захотим исследовать процессы эволюции в течение, например, человеческой жизни, у нас ничего не получится, потому что Дарвин говорил о необычайно больших промежутках времени, вот о тех самых миллиардах лет, сотен миллионов лет и так далее, и так далее. Вот, мы с вами находимся как бы в застывшей точке эволюции. С нами ничего сейчас не происходит, и с теми живыми организмами, которые вокруг нас, тоже с точки зрения эволюции ничего не происходит. Вот, Дарвин нам оставил много всяких слов, знаний, текстов и даже картинок. И вот давайте я вам что-то покажу, чтобы это как-то не было голословным. Ну, во-первых, та картинка, которую я вам только что показал, с деревом, она там без всякой иронии была нарисована, именно из школьного учебника биологии. А теперь я покажу несколько другую картинку, что там много-много всяких животных, и там видно, что там тоже есть это дерево, есть некий главный ствол, в самом низу он из чего-то там исходит, и дальше-дальше он развивается и развивается, и где-то там наверху он приходит вот к наиболее сложным организмам. В качестве человека нарисован, конечно же, сам Дарвин. Он же это придумал. Значит, к нему, как к высшему венцу творения, природа это привело. И все это не случайно к Дарвину имеет отношение, потому что сохранился известнейший рисунок из его записной книжки, и выглядит он вот таким образом. Когда-то сам Дарвин нарисовал это дерево жизни, разветвляющееся, и, соответственно, там поставил некоторые буквы, и с помощью этих букв он объяснил, каким именно видом животных привело такое или такое движение эволюции. А сверху этого он еще и написал ни много ни мало, как «I think», «я думаю». И эта фраза тоже хорошо известна, многократно воспроизводилась и в торжественной какой-то форме, и в шуточной. Поэтому если уж кто-то там рисует дерево жизни, то рисует он его вот так, чтобы на одной из ветвей сидел сам старик Дарвин, вот в такой позе. Ну и понятное дело, что современные художники и дизайнеры, они с любовью и почитанием относятся к любому, как теперь говорят в рекламной деле, референсу. Вот одним из референсов является вот этот эскизный рисунок Дарвина, поэтому, соответственно, можно заказать тишот-майку с таким рисунком, вот для мальчиков, а вот для девочек. Но майки-то это что? Надел и снял, ничего как бы торжественного в этом нет. Поэтому наиболее торжественное отношение к этому визуальному образу – это татуировка. Вот иногда она вот таким образом и выглядит. Вот. Ну хорошо. Значит, глядя на эту татуировку, давайте я вам еще один образ, образ времени предложу вам, несколько более сложный, чем тот простейший эксперимент с часами на уроке истории древнего мира. Значит, представьте себе, что я не просто вам рассказываю эту историю, а вы пришли сюда, и, допустим, я вам покажу фильм про историю Земли. И фильм – это не просто как бы вот некий рассказ с какими-то картинками, а сделано это будет таким образом, что вся история Земли от ее создания до сегодняшнего дня 4,5 миллиарда лет будут показаны за время, ну, приблизительно такое, как длится один художественный фильм, то есть полтора часа в среднем. Вот за эти полтора часа пройдут 4,5 миллиарда лет. То есть, ну, понятно, что долго-долго мы будем сидеть, и жизни никакой не будет, потом она появится, потом, значит, перед нами промелькнут картины какие-то там, что-то такое. Долго-долго будут какие-то одноклеточные организмы и так далее, и так далее. Так вот, как вы думаете, мы же сегодня говорим о появлении человека, и в этом фильме, когда, собственно, возникнет человек? Вот представьте себе, фильм уже почти кончился, он закончился, и пошло вот этот вот длинный такой барабан титров, как вот в Голливуде делают, да, и вот эти титры идут, идут, а все еще человек не появился. Так вот, значит, человек появляется приблизительно тогда, когда вот тот самый древний предок, который общий для нас и обезьян, вот как бы произошло разделение, вот одна ветвь пошла, это обезьяны, которые пришли к современным, а другая ветвь появилась, это те существа, которые называются хомо, то есть человек, люди были разные, и вот, значит, они развивались, развивались, и, соответственно, пришли в своей эволюции к нам людям. Так вот, это разделение произошло несколько сотых частей, секунды назад в этом фильме, то есть вот, когда титры идут, все уже покинули зал, ну, чего титры смотреть, и только вот самый последний миг, раз, и появился этот человек. Вот так мало, какой-то такой короткий миг мы здесь живем, не знаю, к сожалению или к счастью, но вот это именно таким образом. Итак, значит, давайте пойдем дальше. Посмотрим на эту картинку, давайте я вам покажу. Это такая схема, видите, она опять в виде дерева, все время у нас одна ветвь разветвляется на две, и так далее, и так далее. Вот смотрите, вот приблизительно, вот эти вот цифры, они значат миллионы лет, вот где-то 70 или 65 миллионов лет назад возникли приматы, они развивались, развивались, разветвлялись, и только лишь вот 6 миллионов лет назад произошло разветвление на две ветви, одна из них привела к шимпанзе, гориллы немножко более дальние наши родственники, и вот здесь вот эта ветвь человек. Вот, знаете, важнейший этап, который произошел вот здесь, когда 6 миллионов лет произошло разветвление, первые хомо, первые люди еще не очень-то сильно от своих соседей, родственников, обезьян отличались. Не очень сильное отличие было именно потому, что объем мозга был приблизительно одинаковый, и достаточно долго он еще был низкий, и только приблизительно 3 миллиона лет назад, то есть вот где-то посредине вот этой ветви начало что-то такое с человеком происходить, и у него начался довольно быстрый рост объема мозга. И вот, наверное, с этим что-то такое очень интересное связано. Ну, хорошо, давайте посмотрим теперь вот на это слово, которое было в названии лекции. Антропос – это человек, генеозис, это, или как по-английски дженесис, более привычное произношение этого слова, это рождение или происхождение, и, соответственно, тогда это наука о происхождении человека. Вот. Ну, таким словом называют, вообще, исследуют, когда исследуют изменчивость человека во времени, да, а также этим словом называют часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного, то есть то, что мы привыкли сегодня даже вообще в обиходе называть гомо-сапиенс, мы эти слова прекрасно знаем, да, вот, но очень интересно, какие же изменения позволили тем древним обезьянам, а потом древним хомо, стать все-таки современным человеком, да, вот, ну, знаете, известный факт, что в истории живых организмов, вот того самого дерева жизни, которое я вам уже показал, там было несколько существ, у которых размер мозга тоже был достаточно большой, но это не привело почему-то к появлению разумных существ. Известно, что у динозавров, несмотря на то, что про них говорят, что вот они такие гигантские, а мозг у них был величиной с орех, вот это не совсем так, там были несколько видов, у которых был достаточно большой мозг, больше, чем у, соответственно, тех гоминид, которые были нашими предками. Но, знаете, динозаврам, во-первых, у них этот мозг, даже если он у них достаточно большой был, по отношению к массе тела он был маленький, не очень велик, вот, но он прогрессировал, но, знаете, динозаврам очень сильно не повезло. Они в один прекрасный момент, существуют разные гипотезы, всем известно, что динозавры вымерли. Короче, некоторые климатические эволюционные особенности не позволили им быстро развиваться, а может быть, не позволили вообще развиваться, они вымерли. А современный человек, понимаете, это не столько уникальное, нет, он, конечно, уникален, но он не столько уникален, сколько он очень везуч, это необычайно везучее существо, то есть вот эволюция шла те самые миллиарды, сотни миллионов лет, и на каждой из этих ступеней наши соседи или наши родственники попадали в какие-то немыслимые ситуации, что они не могли размножаться, развиваться и вымирали. А нам везло. Даже когда это уже вот были, собственно, практически уже современность в исторических масштабах, когда последние минуты этого фильма, даже секунды этого фильма, когда уже там все происходит с нашими сородичами, например, там неандертальцы очень и очень были похожи на нас и в некотором смысле даже превосходили нас. Но им не повезло, потому что обледенение и вулканическая деятельность просто их уничтожило, и они не смогли сражаться с теми, вот, с природными обстоятельствами. Да, а были такие австралопитеки, тоже наши предшественники, они были довольно массивные и вроде бы устойчивые в биологическом смысле, но они питались исключительно растениями и слишком мало внимания уделяли мясной пище. И это тоже, ученые считают, что это некий такой отрицательный фактор в их развитии, который не позволил дальше развиваться. А некоторые другие наши родственники, например, пятикантропы, они жили на острове Ява и попали в такие райские условия, необычайно райские, им было так хорошо, что им совсем не нужно было развиваться. И потом, когда климат хоть чуть-чуть изменился, они оказались неприспособлены к этой не очень сильной, но для них очень резкой перемене и тоже вымерли. Ну и вот такова в общем-то это не история, но некоторые как бы приглашения к этой истории. Давайте я вам покажу вот такую картинку, как собственно выглядели те самые Хома, те самые первые люди. Вот они здесь немножко не в том направлении движутся, как это привычно в современной визуальной метафоре, что как бы обезьяна идет к человеку, а здесь наоборот. Ну вот видите, у нас здесь первым слева австралопитек, про который я сказал, что он слишком увлекался растительной жизнью, растительной пищей, а потом идет тот самый Хомо Хабелес, который дал название сегодняшней лекции, который человек умелый, вот с ним что-то такое произошло, что он стал быстро развиваться. А потом у нас Хомо Эректус, человек прямо ходящий, прямо из своего названия вот как бы встал, высоко поднялся и, соответственно, такой высокий и высокий. А потом наш близкий родственник, но все-таки совершенно другая ветвь эволюции неандерталец, и, наконец, мы, Хомо Сапиенс. Вот. И, знаете, если на этих людей посмотреть, они же в совершенно разное время жили и редко друг с другом встречались. Ну, вернее, сапиенсы с неандертальцами встречались и почти как бы соседями были. Но если мы на таймлайн посмотрим, это будет выглядеть вот таким образом. Где-то 4 миллиона лет назад возникают австралопитеки, потом их сменяет другая ветвь, сначала афоренсис, потом африканус, а потом вот одновременно с австралопитеками возникает Хомо Хабелис, вот тот самый умелый, и его сменяет Хомо Эректус, человек прямоходящий, потому что Хабелис, он не очень-то был как бы еще и склонен к тому, чтобы постоянно находиться на ногах, да, у него были достаточно длинные передние конечности, и он больше, конечно, походил на обезьяну. Вот, и Хомо Эректус дал жизнь и продолжение двум ветвям, которые практически собственно в современности живут. Во-первых, это мы, Хомо Сапиенс, а во-вторых, это вот тот самый Хомо Неандерталенсис, Неандерталец, который здесь обозначен такой полосой, которая ниоткуда берется и никуда исчезает. На самом деле Неандерталец тоже произошел от Эректус, просто не очень понятно это движение, как это там происходило, как это там получилось, что, как утеряны эти связующие звенья. И вот, посмотрите, Неандерталец умер, вымер совсем-совсем недавно в исторических масштабах, всего лишь около 20 тысяч лет назад. Ну, для нас это тоже бесконечное количество времени, но в исторических масштабах это вот только-только что. Вот, ну, хорошо, значит, обращу ваше внимание еще на тот факт, что я в цикле этих лекций взял такую художественную форму для своих высказываний. Я всех, всех, все те особенности, которые будут меня интересовать, я буду называть с точки зрения латинской беноминальной номенклатуры, как это сделано на этой картинке. То есть, есть родовое и видовое имя, и я на первой лекции рассказал, что это слишком сильно напоминает биологический принцип древа жизни, что у меня вроде бы тоже все люди должны происходить от одного общего предка. На самом деле, я говорю не про биологию, а про культуру, скорее, про философию, искусство и так далее, и поэтому, скорее, тут будет работать резоматическая структура, а не биологическая, древесная. Вот, но тем не менее, каждая лекция будет называться вот именно таким образом. Например, скажем там, хомо милитарис про человека войны или хомо сидереус про человека, который отважился отправиться в космос. И это привело к тому, что мы очень и очень сильно с вами изменяемся. Не только те, кто рискнул воевать или в космос отправиться, а на нас это тоже, соответственно, очень сильно повлияло. Так вот, ну хорошо, значит, давайте все-таки посмотрим, как это, что с нашими предками происходило. Значит, около 4 миллионов лет назад, ну вот, кстати, это приблизительно там, где появляется, где, собственно, начало нашей диаграммы. Вот те самые австралопитеки, вернее, их предки, они долю эволюционировали до такой степени, что это сделало их, ну, принципиально другими существами. И знаете, как все это получилось, что произошло? Они, в общем-то, телом своим, то, что ниже головы, они были уже очень и очень похожи на нас, а голова, в общем-то, была обезьянья. Вот так человек сначала телом превратился в человека, а только потом головой. И это, знаете, очень интересная особенность, которая также такой, есть некий такой образ и визуальный, и образ культуры, и в религии есть такие слова телесный низ. есть представление о том, особенно в христианстве, что телесный низ связан с грехом и так далее, и так далее. А, соответственно, где-то там у нас вверху наша голова, то, что возвышено к Богу, наша душа, это, соответственно, лишено, это скверны. Так вот, видите, оказывается, теория эволюции утверждает, что сначала мы стали людьми телесным низом. Вот удивительный факт, но тем не менее. Итак, эти существа, вот те самые австралопитеки, они были очень-очень невисокие, знаете, от метра до полутора ростом. Представьте себе человека, он уже на задних ногах своих, на задних лапах, на ногах, но он еще только вот один метр высотой, совсем-совсем маленький. Но главное, что вот у них та самая обезьянья голова, и объем мозга всего лишь 400-500 граммов. Это очень-очень низкий объем. Если сравнивать это чисто биологически со всеми еще к тому же информационными системами, то у них очень небольшой объем памяти и мощности процессора, если можно так сказать, чтобы выполнять сложные операции, необходимые для того, чтобы, ну скажем, сопоставить причины и следствия, или попытаться использовать некоторый предмет в окружающем мире хотя бы как примитивный способ, как орудие труда. Не получится у них. Еще только вот только-только начинается у них. Но, значит, уже они пытаются ходить на ногах, а Homo erectus, соответственно, это делают в полную силу. Так вот, знаете, причина этого была очень такая тоже. Нам тоже как бы повезло. Произошли мы из Африки, вот все эти австралопитеки появились в Африке, и жили они, в общем-то, в тропическом лесу очень-очень комфортно, все было хорошо. А потом, значит, начались резкие климатические изменения. В числе прочего, они привели к такой сильной засухе в Центральной Африке и в Восточной, где, собственно, появился человек. И деревьев стало мало, появились саванны, а жизненное пространство необходимо. И нашим предкам пришлось опуститься на землю, опустившись на землю, он сразу потерял возможность полноценного существования, потому что он был приспособлен к лазанию по ветвям, а опустившись на землю, он оказался в траве. Он ничего не видит и не способен ориентироваться в этом пространстве. Поэтому как суслику пришлось встать на задние лапы и посмотреть, а чего там далеко. Ну и постепенно, постепенно, опять-таки не сразу, но за миллионы лет ему пришлось выпрямиться. Это повлекло за собой изменение в опорно-двигательном аппарате, структуре его организма и так далее, и так далее. В общем, все было довольно сложно и пока от нас никак не зависело. В медицине, в современной, то есть та, которая говорит о современном человеке, есть такое понятие мозговой рубикон. Когда исследует мозг человека, то принято считать, что есть такой объем мозга от 700 до 900 грамм, когда вот начиная с этого периода, с этого рубикона, рубикон – древняя метафора, имеющая отношение к той самой истории древнего мира, Гай Юлий Цезарь, перейти рубикон, бросить жребий и так далее, и так далее. Здесь это всего лишь метафора. Значит, вот переходит человек, вернее его мозг, этот рубикон, больше 900 грамм, 900 грамм, сразу ты способен к полноценной жизни. Меньше и ты не способен к ней. У тебя серьезное поражение мозга или родовая травма, и ты, в общем-то, человеком не будешь. Так вот, с нашими предками приблизительно то же самое. Когда австралопитеки, развиваясь, развиваясь последовательно и пытаясь каким-то образом найти возможности как-то существовать, они постепенно дошли до этого мозгового рубикона, около 800 грамм, и сразу что-то произошло. Появился, в общем-то, с этого момента тот самый Homo habilis, который научился что-то делать с предметами окружающего мира, попытался превращать их в орудие труда. Вот, знаете, мы можем на этого австралопитека и на Homo habilis посмотреть, потому что существует огромное количество реконструкций древних людей. ученые так много находили их останков, так внимательно на них смотрели, применяли самые разнообразные технологии, и мы, в общем-то, можем их увидеть. Так вот, приблизительно в 70-х годах 20-го века было найдено вот такое останки одного австралопитека в Африке. Вот, и ученые его исследовали, определили приблизительно, что возраст 3,2 миллиона лет назад, определили, что это женская особь, то есть самка австралопитека, и даже выяснили, что она погибла в результате падения с высоты. И, не помню точно, вроде бы даже она была беременна. Это некие подробности, которые сделали эту находку очень интересной, более того, не просто потому, что вот какие-то подробности, а потому, что, в общем-то, это первый наиболее хорошо сохранившийся древний потомок австралопитека. Повторяю, что это происходило в 70-х годах, ученые были достаточно молодые люди, которые группой приехали в Африку на эти исследования, и во время этой работы достаточно долго у них постоянно звучала музыка, у них были некий магнитофон с собой, они воспроизводили эту музыку, не так современно, как сегодня, не на айфоне она звучала, наверное, такой кассетный магнитофон был, но и представьте себе, вот какая музыка там звучала, 70-е годы, молодые люди, это были Битлз, и песня, которая была необычайно популярна тогда, тогда только вышел альбом соответствующий, и песня очень-очень многими любимая была Lucy in the sky with diamonds, Lucy в небе с бриллиантами, поэтому эту девушку, эту самку Астрала Питека назвали Люси, и так она и известна, и даже когда на первой лекции я показал фильм Люка Бессона со Скарлетт Йоханссон в главной роли, то почему собственно эта героиня, главная героиня этого фильма называется Люси, в честь вот как раз той самки Астрала Питека, потому что Скарлетт Йоханссон играет как бы человека будущего, нового, новое поколение, совершенно изменившееся, значит, она первая, как вот и это была, и знаете, из этих косточек невероятно малых, которых трудно представить себе, что это такое, оказывается, вот они, ученые эти, воссоздали, существует реконструкция, и вот так приблизительно выглядели все Астрала Питеки, и соответственно считается, что вот именно так наша Люси выглядела, да, вот, ну хорошо, значит, давайте посмотрим на то, вот этих визуальных реконструкций великое множество, не только картинки можно такие посмотреть, не только прийти в музей, и там будет такое чучело, набитое ватой, из какого-то там, из кошачьего меха сделанное, вот, но кроме того, существует теперь компьютерная графика, и соответственно, интереснейшие научно-популярные фильмы, вот французы очень этим отличаются, они очень любят делать многосерийные документальные фильмы, документальные как бы косвенно, потому что они воспроизводят те обстоятельства, показывают нам, как жили древние люди, и вот давайте я вам покажу, значит, как уже потомок австралопитеков Homo habilis первым, который попытался освоить изготовление орудий труда, как это было сложно, необычно, и, собственно, как это происходило, да, вот в первом, в первом этом отрывке, в первом отрывке мы увидим с вами, сейчас, одну секунду, я, по-моему, эти отрывки перепутал, значит, в первом отрывке мы увидим попытку изготовления, первой обработки камня, да, и попытку изготовления, соответственно, из этого, каким-то образом отколовшегося камня что-то типа ножа, и даже попытку придумать, для чего, собственно, это можно использовать. Камень режет камень. Камень разрезанный камнем порезал руку. Если он режет руку, следовательно, может резать и другие предметы. Пока они спорят, наш хабелис проводит в жизнь свою идею. Его идея и цель всего клана освежевать крокодила. Может быть, они совпадут? Сам того не ведая, хабелис сделал феноменальное открытие, изобрел орудие труда. Использование камня это не главное. Другие животные тоже отламывают камни и пользуются ими. Чудо в том, что хабелис изготовил его сам. С момента изобретения хабелис становится вооруженным хищником. От мясной пищи мозг его будет дальше развиваться, и наш герой изобретет новые, все более совершенные орудия. Имея цель, хабелис ищет средства для ее достижения. И его мысли выливаются в форму орудий. Но чтобы знать, верен ли замысел, надо опробовать орудие. И он проводит испытания. На ком опробовать? Конечно же, на своем товарище. Вот, давайте, вот у меня есть также картинка, вот так выглядит реконструкция хомо хабелис. Вот такой он был. Вот. И знаете, вот в этом фильме, там еще интересный момент, у меня просто нет времени, чтобы показать вам долгие видеофрагменты, но там вот этот молодой человек, который попытался сделать, молодой хабелис, да, который попытался сделать нож для того, чтобы разрезать шкуру крокодила и добыть оттуда мясо, а племя не могло это сделать ни руками, ни зубами. Они вот эту тушу крокодила нашли, но сделать с ней ничего не могут. Вот он вот попытался, он подумал, подумал, почему он обрезался и применил этот нож для того, чтобы разрезать крокодила. Честь ему и хвала. Но там в этом фильме очень интересно показано, что племя, в общем-то, не оценило его заслуги, потому что мясо есть и какая разница, как оно получилось. То есть у них этого еще коллективного мозга или коллективной культуры для оценки ситуации не существует. И там в этом сюжете вождь племени отбирает у него камень, потому что камень ему принадлежит все, все, что ценно, и мясо, и то, что его добыло, все принадлежит ему. А заслуга инженера, который это придумал, это, в общем, какой-то пустяк. Как-то вот это получилось и все. Но, знаете, можно, конечно, презрительно относиться к древнему человеку, который таким образом себя ведет, но попробую вам напомнить, что в нашей современной культуре приблизительно то же самое и происходит. Поэтому, например, архитектурная Москва определенного типа с определенными зданиями не выше пяти этажей, сложенных там определенным образом, она называется Хрущевская Москва. А современная Москва называется Собянинская в честь вождя племени, который, значит, руководит этими обстоятельствами. А мы к этому, архитекторы и люди, которые там создают какие-то визуальные образы или теориями занимаются, но это какая-то мелочь, просто их труд присваивается автоматическим образом. Так вот, этот Хаббелес возник приблизительно 2,6 миллиона лет назад. У него произошло резкое изменение объема мозга. И, кстати, непонятно, где причина или следствие. В результате биологической эволюции мозг увеличился и, соответственно, он получил возможность как-то оценивать окружающий мир и делать орудия труда или, наоборот, он стал все больше и больше экспериментировать с окружающим миром, что-то стал применять как орудие труда и из-за этого стал увеличиваться мозг. Прямого ответа на этот вопрос нет. Значит, очень похожий на него, но все-таки это следующая ветвь, это Homo erectus. Достаточно долго он существовал в человеческой истории. Человек прямоходящий или буквально восставший, поднявшийся. Вот этот человек, он знаменит, известен тем, что именно он вышел из Африки и заселил огромные пространства Ближнего Востока и дальше и дальше стал распространяться и, в общем-то, его предки, которые как раз потом пришли в Европу, и неандертальцы, и сапиенсы. И когда по пути этого человека все происходило, вот начиная с Хаббелеса, а потом с Эректус, очень быстро начали меняться, начала меняться человеческая культура. Значит, приблизительно два с половиной миллиона лет назад это обработка камня, в Африке, конечно, человек стал не просто использовать камень, но попытаться его обработать так, чтобы использовать его как орудие труда. Полтора или два миллиона лет назад это начало освоения огня, это очень важный период, когда человек приручил мощнейший инструмент в своем обиходе. Где-то 400-800 тысяч лет назад это первый топор, достаточно долго его придумывали, как-то там модернизировали, пытались использовать, а потом, наверное, забывали, но потом все-таки придумали и стали это делать. Но если мы говорим про этот топор в таком как бы современном понимании, который можно купить в отделе инструментов магазина Ашан, то это далеко не так, потому что он, наверное, скорее походил на что-то такое типа колуна, которую мы на даче колем дрова, то есть к палке привязан некий камень, и само это соединение это тоже серьезная инженерная мысль древнего человека. 790 тысяч лет назад археологические скобки это установили, что Homo erectus научился добывать огонь в Африке, то есть до этого он его просто использовал случайным образом и умел сохранять, а потом он научился его добывать. И Homo erectus это такое довольно серьезное существо, которое уже способно коллективным действиям и более того пытается осмыслить эти коллективные действия и соответственно в этой деятельности возникают постоянно некоторые ситуации, которые подталкивают его к дальнейшему ходу мысли, поэтому давайте я вам покажу еще одну интересную реконструкцию вот именно про то, что Homo erectus один раз попытался сделать, ну как нас тут рассказывают, не один раз в смысле вот в истории, как вот этот вот случай реконструированный, как он нам показывает, что с ними происходило. Тогда у них рождается план, у каждого своя роль, один преследует, другой караулит. Охота началась, а что делает брат? Если она его догонит, это верная смерть, лапы у нее острые, как кремень. А глюв может проткнуть кожу, как острие копья. Брат вечно все портит, ни в чем нельзя на него положиться. Сцены охоты до сих пор живы в сознании вождя. Дичь сваливалась в яму, а дальше все было просто. Тут у него возникла мысль, но мошкара кусает, мешает сосредоточиться. Волочиной покров сделался редким, и насекомые нещадно сжалят обнаженную кожу, особенно чувствительные места. А вот здесь брата почему-то не кусают. Так ведь это же шкура животного. Шкуру животного мошкара не трогает. Видимо, так Ректус изобрел одежду. Знаете, тут кроме такого некоторого юмористических каких-то обстоятельств, которые возникают, когда мы смотрим на этот сюжет, тут очень важный момент, что возникает устная передача знания. То есть не просто можно осмыслить происходящее и подумать о нем, но и даже, может быть, в несколько агрессивной манере дать понять другому члену этого сообщества, что происходит, а потом, может быть, и научить его тому, что сам умеешь. Поэтому вот это понятие устная передача знания, это и есть начало культуры. Это не обязательно должно быть в сложную форму двухчасовой лекции в музее гараж обличено, это может быть в виде каких-то знаков или телодвижения, но тем не менее это действительно вот то самое передача знаний и начало культуры. А еще здесь очень важно, как работает, как участвует тело человека. Вот я уже сказал про этот образ, телесный низ, а древний человек буквально мыслит не только мозгом, но и своим телом. Он пытается каким-то образом использовать его в этой деятельности. И тут я хочу напомнить вам очень интересную цитату. я не полностью, но все-таки привел ее на первые лекции. Это Станислав Лем книга «Глаз Господа» 1968 года. Цитата это такая. «Причина возникновения разума в тех стечениях обстоятельств, которые не подлежат моральной оценке, но задним числом в ретроспекции обретают чуть ли не издевательский смысл. Каннибализм оказывается подспорьем в развитии разума. Угроза обледенения предпосылкой паракультуры, обгладывания костей шагом к изготовлению орудий, а унаследованное еще от рыб и присмыкающихся объединение половых органов с выделительными топографической опорой не только эротики, но и вероучений об арении скверны с ангельской чистотой». То есть, понимаете, нам говорят о том, что наши высокие и высочайшие мысли о том, как устроен мир, скажем, с религиозной точки зрения, что есть рай и ад, это не есть некоторая торжественная форма возвышенного мышления о мире, а просто вот наш организм такой, и мы, опираясь на него, когда-то этот организм нас подтолкнул к этому, или вернее не он нас подтолкнул, а мы концептуализировали собственное тело. И это человек делал неоднократно и с самим собой, и с окружающим миром. Ну, хорошо, пойдем дальше. Давайте я покажу еще одну реконструкцию, ну, вернее, сначала покажу вам вот такую картинку, значит, ну, абстрактную, более-менее, с черепами, с древними, ископаемыми черепами тех самых существ, про которых сегодня идет разговор, вот, а теперь давайте вот на реконструкцию такого существа посмотрим. Он, знаете, как бы вызывает некоторый тоже такой некий комический эффект, потому что он очень похож на нас. Это один из наших ближайших родственников, но это совершенно боковая ветвь эволюции, это неандерталец. Вот приблизительно так он и выглядел. Ну, и знаете, значит, достаточно долго, ну, в нашей истории, а во всем существовании человечества это очень быстрый миг, неандертальцы и наши предки кроманьонцы в Европе существовали вместе, потому что вот тот самый эректус, вернее, его потомки когда-то дошли до Европы, и они уже были неандертальцами, а другие потомки этих эректусов, они тоже другим потем, и несколько позже тоже появились в Европе, а неандертальцы там уже достаточно долго жили, и в общем-то эта земля была их, и вот пришли кроманьонцы, значит, кроманьонцы, если я вам тоже чуть позже сейчас покажу, как они выглядели, ну, я вам и так могу сказать, это как мы, вот как мы, они очень-очень, мы близки к тем самым нашим предкам, кроманьонцам, кроманьонский человек, а неандертальцы все-таки другие, да, они более низкого роста, такие приземистые, у них сильно развитые надбровные дуги, у них низкий лоб, другая форма строения черепа, ну, и в общем-то, знаете, вот про эту встречу неандертальцев и кроманьонцев обычно рассказывают, что кроманьонцы обладали достаточно высокой культурой, а неандертальцы на более низком уровне развития стояли, и поэтому, значит, их встреча была каким-то образом такая, ну, скажем, некие люди там продвинутой культуры и низкой культуры, и даже существует много каких-то художественных, кинематографических воспроизведений этого общения, оно было достаточно тесным, они, в общем-то, в одном пространстве жили, постоянно встречались, вот, ну, и существуют некие такие даже юмористические реконструкции того, как это могло происходить, но я вам даже давайте дам свою собственную интерпретацию такого юмора, давайте, вот, как это обычно представляется, приблизительно так, как, не знаю, многие знают такой анекдот, вот, скажем, значит, звучит он таким образом, что ночь или там вечер, стемнело уже, и такой юноша идет домой, а он такой, значит, вот, ну, как теперь говорят, ботаник, да, а он еще там вечером после школы занимается на скрипке, и вот у него, значит, футляр со скрипкой в руках, и на глазах у него очки, и он весь такой щупленький, вот, и идет он домой, а навстречу ему гопник, да, ну, такой серьезный человек, да, который, вот, ну, понимаете, как бы метафорически я вам рассказываю про встречу кроманьонца и неандертальца, да, вот этот такой человек низкой культуры, который, значит, подходит к нему, вот, ну, и как они себя ведут, наверное, многие представляют, такой этот гопник к очкарику со скрипкой подходит и говорит, слышь ты, бог есть, вот, вот, а тот так очки у себя поправил на переносице и говорит, бога нет, а если найду, вот, ну, знаете, это вот обычно так представляется, но, может быть, какая-то доля правды в разнице культур существует, но она очень и очень странная и неоднозначная, да, вы знаете, дело в том, что первыми стали хоронить предков именно неандертальцы, кроманьонцы сначала это не умели делать и вообще им в голову это не приходило, да, просто вот умер человек, его оставляют, да, вернее, у них были какие-то ритуалы, они считали, что они куда-то там к свету возносятся, да, но чтобы похоронить тело по определенному обряду, они только позже неандертальцев начали это делать и научились у них, да, сто тысяч лет назад неандертальцы стали хоронить предков, более того, у неандертальцев у первых появились музыкальные инструменты, не скрипки, правда, это они не умели, но они научились делать духовые инструменты из костей убитых и съеденных животных, каким-то образом просверлили в них дырочки, они сделали первые флейты, таким образом, может быть, этот анекдот надо перевернуть, да, вот, но про кроманьонцев, давайте я теперь вам покажу реконструкцию кроманьонца, вот так выглядела женщина, вот видите, вот она действительно очень и очень на нас похожа, вернее, мы на нее, значит, дело в том, что вот эта разница культур, она действительно довольно ощутима, значит, есть даже такая гипотеза, может быть, нам очень приятно, кроманьонцы победили неандертальцев и вытеснили их, потому что у них было искусство, они умели уже создавать символические изображения, они умели что-то такое на стенах пещеры нарисовать, использовать это сначала в ритуальных целях и, как бы, ведя дневник племени и так далее, и так далее, а главное, что это искусство послужило новым способом коммуникации для передачи сообщений не просто товарищу в своем племени, а в поколениях, то есть это передача знаний, традиций, мифов, символических изображений и, соответственно, новый взлет культуры. И когда совершенно одинаковые природные условия действовали в Европе и на неандертальцев и на кроманьонцев, то неандертальцы не смогли противостоять этому изменению, а кроманьонцы смогли. Потому что у них был другой культурный уровень, способный к некоторому коллективному осмыслению происходящего. Ну, хорошо, значит, вот эти древние представители Homo sapiens появились по разным оценкам, это не очень точно установлено, от 250 до 400 тысяч лет назад. Известно, что они пришли ход этого движения этих популяций, миграция была из Африки через Ближний Восток, а потом в Европу, но они же еще и расселились и, соответственно, в самых разнообразных областях уже нашей планеты. И еще очень интересное обстоятельство, что археологические раскопки, которые рассказывают нам о том, как Homo sapiens появлялся и какой из них более и более древний, это можно датировать с помощью разных научных методов. Так вот, интересно, что наиболее древние останки Homo sapiens найдены на территории современного Израиля. И тут как бы не без удовольствия отмечаю тот факт, что как хотелось бы, чтобы наиболее древний Homo sapiens был найден на территории России, потому что в нашей стране очень популярна точка зрения, что именно русские, они везде-везде всегда были первые, и в Египте там, и где-то еще, но вот как бы хорошо, чтобы они еще вот и Homo sapiens они породили, но увы, вот в Израиле, да, вот просто как Иисус Христос, да, вот как же так, вот ну не везет нам, если Homo sapiens везет, а русским почему-то нет, вот, но и в России что-то есть, потому что у нас тоже есть удивительная археологическая находка, Денисовский человек на территории Алтайского края, но правда это довольно поздний человек, он всего лишь 40 тысяч лет назад жил, но очень интересен тем, что он не sapiens и не неандерталец, он свой собственный, он особый, особая такая ветвь и, соответственно, в антропогенезе его исследовать очень интересно, то есть и у нас что-то здесь такое происходило. Так вот, значит, что характерно для Homo sapiens? Большой деятельный мозг, да, благодаря которому, а может быть, опять-таки непонятно, благодаря ли своей деятельности, занятием искусству или наоборот, искусство появляется, потому что большой деятельный мозг и, соответственно, другая деятельность, вот, но невиданное просто очень бурное движение вперед, поэтому развитие различных форм общения, систем, символов, технологии изготовления орудия и активное приспособление к внешним условиям, а также новые формы организации общества, свойственно именно вот этому самому карманенскому человеку, да, вот, исследования уже не археологические, а генетические показывают очень интересную особенность, что когда-то давным-давно еще в Африке, да, то есть известно, что генетические исследования показывают, что Homo sapiens исторически произошел из Африки, его предки жили в Африке, вот те самые еще, соответственно, первые Homo, да, и эти исследования показывают, что была такая женщина, которая имела в себе некий ген, который присутствует у всех нас, да, все мы носим в себе этот ген, таким образом получается, что вроде бы как хочется сказать, так это та самая Ева, вот она, да, и знаете, как бы, действительно, эту женщину, когда ее останки не обнаружены и не очень точно известно, когда она жила, но генетически известно, что она существовала, соответственно, значит, она получила некий образ, человек, который ее открыл, он назвал ее счастливая мать, но потом это как-то ушло на второй план, ее стали называть митохондриальная Ева, потому что ее ген находится не в ядре наших клеток, а в митохондриях, то есть в плазме окружающей это ядро, не буду вдаваться в эти подробности, просто скажу, что вроде бы существует действительно такая женщина, очень похожая на библейскую Еву, на самом деле это не так, хотя бы потому, что эта женщина не является общим предком для всех живущих, это совсем не так, просто в результате различных сложных генетических процессов и наследований, мы действительно в своей плазме, в плазме своих клеток носим ген этой женщины, и даже известно, как давно она жила, приблизительно около 200 тысяч лет назад, и даже существуют совершенно абстрактные, но попытки реконструировать ее образ, и выглядела она вот таким образом, предполагается, предположительно. Так вот, значит, отмечу, что Люси, самка Австралопитека, которая больше трех миллионов лет назад жила, и митохондриальная Ева, это совершенно разные существа, друг к другу не имеющие никакого отношения. Но важно отметить, что мы, наконец, дошли до того самого Homo sapiens, которым являемся мы, и что есть вот древний-древний представитель, на которого можно опираться в этих разговорах, и в современной систематике, вот в той самой биноминальной латинской номенклатуре, мы называемся, мы биологический вид, человек разумный, на латыни Homo sapiens, и мы относимся к роду люди, Homo, из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих. Вот такие мы, биологические. Но это пока еще ничего-ничего нам не объясняет, как же мы, собственно, вот как мы все-таки вот такие получились, как мы сейчас есть. Есть еще одна особенность в классификации нас, людей, как биологического вида, есть такой особый тип классификации, который скажет, что мы сегодня, люди сегодня живущие, называемся Homo sapiens sapiens, то есть человек разумный, разумный, или если там дефис поставить, получится человек разумный, разумный, вот как в сказке, жила такая золушка там или Аленушка. Вот. Что это такое? Это сделано для того, чтобы отличать, то есть sapiens существует долго, там, скажем, 200-400 тысяч лет, но чтобы отличать нас сегодня живущих или в наш исторический период от тех ископаемых кроманьонцев, которые когда-то жили, то договорились, в этой классификации говорят, вот те Homo sapiens, а мы Homo sapiens sapiens. И, в общем-то, ничего больше, это нас ни к чему не обязывает. Биологически это те же самые люди. Вот. Сегодня существуют такие существа, такие племена, которые наиболее близки к самым древним Homo sapiens. Они называются, их несколько племен, они живут в Южной Африке, они называются бушмены и готентоты. И вот их генетические, и даже по образу жизни, по культурному их существованию, они очень к тем самым людям близки. И давайте я вам покажу теперь уже не реконструкцию, а художественный фильм, в котором играют самые настоящие бушмены. И фильм, собственно, про бушменов, или точнее про столкновение бушменов и современной цивилизации современных людей. Давайте я вам, чтобы это было понятно, что там происходит. Сюжет фильма, вообще фильм про бутылку, про пустую бутылку от Кока-Колы. Современные люди и бушмены существуют очень близко друг от друга, но бушмены все-таки изолированы в своей жизни. Вот однажды над их племенем прилетел самолет, и пилот, который просто допил бутылку, ловил Кока-Колы из бутылки, он выбросил его из окошка. Бутылка упала вниз в песок, и один из бушменов нашел ее. У них, кстати, нет никаких вождей, они совершенно равноправны своей жизнью. Он принес эту бутылку в свое племя, они никогда такого не видели, они попытались это как-то использовать, это привело к большим бедствиям. Просто совершенно невозможно описать, что там стало происходить, и этот человек понял, что сначала он понял, что боги им отдали эту бутылку, подарили зачем-то. Поэтому фильм называется «Gods must be crazy», боги, наверное, сошли с ума. И когда он это понял, что это плохо, он решил богам отдать бутылку, но вверх ее не получается подбросить. И тогда весь фильм он все-таки несет ее на край земли, чтобы сбросить вниз, куда, значит, она должна упасть. Ему, в общем-то, знаете, в фильме это удается. Ну, давайте посмотрим, как это, короткий сюжет, как, собственно, они пытаются освоить этот предмет. Ки никогда ничего подобного в жизни не видел. И было похоже на воду, но было тверже, чем все, что он видел в жизни. Он удивился, зачем боги послали это на землю. Это был самый странный, самый прекрасный предмет, который они когда-либо видели. Вначале Ким испробовал предмет для распрямления лиан. Это подходил и форма, и вес. Кроме того, предмет был очень гладкий и идеально подходил для обработки змеиной кожи. Аббо обнаружил, что с его помощью можно делать музыку. Прекрасный предмет для домашнего обихода. Но боги оказались безответственными, они поставили только один предмет. И вот первый раз у них появилась вещь, которую нельзя было разделить между всеми. и появились новые явления. Ярость, зависть, насилие. Кира свердился на глаков. Он закричал, возьмите, возьмите свой предмет, он нам не нужен. Но боги не взяли его обратно. Он сказал, вы должны быть сошли с ума, возьмите его обратно. Он закричал, берегись, берегись. Но он слишком поздно закричал. И этот предмет упал на его дочь Тани. Неоднократно такие события возникали при столкновении племен живущих сегодня такой древней культуры. Современным человеком известен такой случай, что, скажем, европейцы приехали изучать какое-то племя и в подарок привезли им железные топоры, а у них там только каменные. Вот они в том самом машане купили много-многих этих топоров и им подарили. И у них просто вроде бы это такое благодеяние, что все же замечательно, теперь у них все будет развиваться. Но выяснилось, что каменный топор, которым пользовались люди в этом племени, это был мужской атрибут. Только мужчина умел и смел изготовить себе такой топор, и поэтому соответственно женщины и другие члены этого сообщества его уважали. А поскольку женщина теперь получила мало того, что каменный топор, она получила железный и гораздо более серьезный инструмент для деятельности, то таким образом мужчина потерял свою роль в этом сообществе, и оно просто начало разлагаться буквально на глазах в историческом периоде, на глазах у этих европейцев, которые это исследовали, то есть просто они этими железными топорами культурный уклад племени разрушили. Вот увы, так бывает. Вот когда я говорил о различных культурных и технологических достижениях первого человека, я никак не упомянул колесо. Вот это изображение не очень хорошее самого древнего известного найденного колеса, оно не круглое, потому что просто пострадало в течение того времени, когда оно где-то там лежало, оно, кстати, деревянное, к счастью, сохранилось, давайте посмотрим, может быть, на более поздний и хорошо сохранившийся образец этого колеса. Дело в том, что колесо появилось всего лишь около пяти тысяч лет назад. Это совсем-совсем недавно, уже всякие неандертальцы умерли, и вообще это почти современная эпоха. И это такая сверхсовременная технология, вообще очень-очень современная, которая, ну знаете, если сравнивать, наверное, вот, например, колесо с использованием огня, это очень современно, но это приблизительно как сравнивать айфон с голубиной почтой. Давным-давно была голубиная почта, соответственно, огонь, а только теперь появилось колесо. Ну и, кстати, почти одновременно с тем, что придумать колесо, люди начали использовать металл. Сначала метеолова, а уже гораздо-гораздо позже железо, что технологически было довольно трудно. Так вот, в названии лекции слово хабелис, хомо-хабелис обозначает как некий биологический вид предшественника человека современного, а также это метафора, потому что хабелис умелый, да, и разговор сегодня, обратите внимание, все время идет про разных представителей первых человеческих существ, которые научаются что-то делать и понимают, что они делают, осознают это и, соответственно, движутся дальше. Так вот, один из важнейших этапов в развитии человека, опять-таки, очень-очень поздний в исторических масштабах, это то, что называется неолитическая революция. Само это слово значит новый камень, новый каменный век. Не совсем, наверное, правильный, потому что, ну, хотя, как бы, в начале этого периода все еще используются каменные инструменты, изготовленные из камня, а в течение этой революции человек постепенно переходит к металлу. Вот, так вот, на территории Ближнего Востока считается, около 10 тысяч лет назад возникло это, то, что называется неолитическая революция. Это постепенный переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Давайте я вам покажу вот такую картинку, значит, древние люди первые, которые занимаются животноводством, и вот такую картинку, и тут вы понимаете, что это картинки, имеющие такой древнеегипетский визуальный образ, и это не случайно, потому что Египет это именно та культура, которая в течение неолитической революции, вернее, второй ее половины, приблизительно четвертый век до нашей эры, она приняла достижение неолитической революции и привела к еще более бурному развитию человека, а уж потом на смену им пришли древние греки со своей философией, и вообще уже как бы это совсем и совсем мы. Но сначала неолитическая революция представляла собой именно переход к одомашниванию животных и к земледелию, и тут, знаете, тоже есть очень красивая метафора по поводу того, что бурное развитие человеческого мозга началось скорее всего именно потому, что он умудрился одомашнить кошку и собаку и других животных, и это содружество, это сообщество также помогло очень быстро продвинуться в культурном уровне, и даже не просто серьезные научные исследования, а и также художественные фильмы и некие юмористические образы, которые представляют древних котов такими существами, которым было лень самостоятельно развиваться, и они как бы подтолкнули человека к тому, чтобы он стал разумным, культурным, сумел добывать еду и кормить кота, который просто развалившись где-то там рядом будет лежать на стуле и иногда просто мяукать, командуя, ну давай еды, уже пора меня кормить. Вот. Ну хорошо, значит, но что, собственно, произошло? Во-первых, древний человек, который занимался собирательством и примитивной охотой, он мигрировал с места на место, а как только началось сельское хозяйство, он осел, оседлый образ жизни, значит, поселки, небольшие города появились, и появилось очень много всего самого разного, да, увеличилась численность населения, потому что еды стало больше, появились большие вооруженные отряды, которые были призваны охранять территорию, потому что она же своя, мы на своем месте, да, появилось разделение труда, появился оживленный товарообмен, потому что разными вещами, деятельностью разные занимались люди, и нужно было меняться продуктами своей деятельности, появилось право собственности, появилась централизованная администрация, да, как вот кто-то стал не просто вождем примитивного племени, в общем-то, не очень необходима, а нужно было руководить довольно сложным хозяйством, появились политические структуры, появилась идеология, новые системы знания, а самое главное, объем информации стал настолько сложен, настолько велик, и его приходилось передавать не только как бы членам этого сообщества, но и другим поколениям, поэтому стала необходима письменность, и возникло сначала пиктографическое, потом идеографическое письмо, и так далее, и так далее, и постепенно мы пришли к тому, что уже в конце этой эпохи, уже близко-близко к современным грекам возникнет алфавит, и так далее, и так далее, то есть именно потому, что в неолитической революции произошли такие важные изменения, это привело к еще более сложным изменениям, и началось совершенно бурное развитие культуры, такое, что те вот самые миллиарды, миллионы лет сменились уже тысячами, потом веками, и так далее, и так далее, за период, когда происходило какое-то ощутимое изменение, вот, но неолитическую революцию можно также считать таким разрушением гармоничного сосуществования человека с природой, и потом найдется философ, Жан-Жак Руссо, который скажет, о, современный человек это некий упадок, а когда-то существовал естественный человек, назовем его хомо натуралис, который был близок природы, и это как раз правильно, он истинный, и нам нужно стремиться к этому естественному человеку, и одна из моих лекций тоже будет рассказывать про этого естественного человека, как некий образ необходимый, важный для понимания современного человека и его культуры. Ну, хорошо, знаете, вот этот бурный переход к другому образу жизни, его не всегда можно трактовать как прогрессивный и понятный, потому что, например, знаете, еды стало много, но качество ее резко ухудшилось. Если когда-то в результате охоты и собирательства можно было на душу населения найти много-много всякого вкусного и полезного, то теперь пища стала совершенно однообразной, какой-то там, я не знаю, даже рис, может быть, считался изысканным кушанием, а вообще говоря, питались очень примитивными злаками. Кстати, у тех самых бушменов, про которых я немного рассказал, у них есть такое понятие, вернее, у европейцев, которые изучают культуру бушменов, есть понятие бушменский рис. Никакого риса на самом деле у них нет, потому что у них культура собирательства, но таким образом европейцы называют ту еду, которая выглядит похоже на рис, а это личинки муравьев. Вот это изысканное кушание у бушменов. Вот, ну хорошо, значит, кроме того, земледение предполагало тяжелый механический труд, и при вообще как бы вырастить растение очень сложно, много труда, а потом, чтобы превратить злаки в муку, это тоже тяжелый труд, ручной, и все это было очень-очень трудно. Но прогресс все-таки был в том, что это обилие пищи позволило увеличить количество людей в сообществе, а является ли это прогрессивным, непонятно, да, может быть, надо было жить как раньше, а поскольку, значит, много еды стало много людей, а много людей появились проблемы, с одной стороны появилась письменность, а с другой стороны как бы появилось насилие и появилась агрессия, потому что, значит, большие вооруженные отряды нужны не только для того, чтобы защищать собственную территорию, а раз они есть, и они живут за счет того, что много еды, и выращивать эту еду не призвано, у них погоны, да, как на плечах или другие знаки отличия, то, значит, когда им делать нечего, а давайте пойдем погуляем в соседние области, а в соседних областях живут другие племена, за которые занимаются тоже земледелием, и если мы туда приходим и своими копьями и более сложными, может быть, уже металл появляется, да, более сложные орудия войны, пришли туда, значит, завоевали, а что делать с завоеванными, не очень-то понятно, это потом появились более сложные инструменты и обычаи войны, да, вот, а до декларации прав человека и всеобщей там еще очень-очень далеко, поэтому пришли, завоевали, а что делать с ними непонятно, поэтому геноцид, всех уничтожить, они не нужны, да, мы пришли, завоевали, зачистили, и наши люди теперь там будут выращивать и тоже размножатся, а те совершенно ни при чем, да, вот, ну хорошо, но все-таки вот это вот коренное, бурное изменение обычаев и той жизни, которая происходила с человечеством, оно привело к тому, что вот третье тысячелетие до нашей эры Месопотамия и Египет это уже достаточно высоко развитые культуры с письменностью, с религией, с обычаями, мифологиями, и когда уже, собственно, хорошо нам известный Пифагор, о котором я и на первой лекции рассказывал, и студентов все время говорю, и первая лекция, кстати, курса философии и искусства будет посвящена Пифагору, когда он отправляется в Египет, там он уже просто попадает, как тот самый пятиклассник-школьник в высокоразвитую культуру, где многому-многому можно научиться, да, и он, вернувшись обратно, раздутый от гордости, когда на него соплеменники, древние греки смотрят и говорят, Пифагор, научи и нас тоже этому, вот, он говорит, я, ты же такой мудрый, он говорит, да нет, я не мудрый, я просто люблю мудрость, ему даже стыдно себя назвать мудром, куда еще, до этого далеко-далеко, поэтому вот любомудр Пифагор, он и получился благодаря этому слово философия, да, оно это именно, это и значит. Так вот, значит, мы с вами поговорили, поговорили о том, что происходило с нами людьми с точки зрения биологической эволюции, и так все красиво, и вроде бы, ну вот развиваемся мы, заточил копье камешком, пырнул товарища и подумал, что сделал вывод какой-то, более сложное, что-то сделал, так мы и развивались, так и получился разум, вроде бы, с точки зрения этой теории, но очень хочется сказать но, то есть два раза но сейчас у меня здесь прозвучало, то есть вот эта красивая картинка, которая показывает визуально, как это все здорово происходило, как мы вот развивались и развивались, и в конце концов вот в себя самих таких красивых, замечательных и превратились. и все-таки но, знаете, как не очень понятно, почему химическая молекула довольно сложная, но все и способная к воспроизводству, как из нее все-таки получилась жизнь. Точно так же не очень понятно, как биологическая эволюция породила разум и культуру. То есть ответы на этот вопрос вот такого строго научного, объективного, ну, знаете, попытки, конечно, существуют, но очень и очень сложно отвечать на этот вопрос. То есть науки, естественной науки недостаточно, чтобы дать понятный ответ, и нужна религия или философия, иначе не получается. Поэтому существуют, если мы уже начали говорить про антропогенез, то существуют религиозные, научные, философские концепции вот этого самого процесса. Ну, и, наверное, в общем-то, в целом понятно, что нам нужно сказать. вот в том самом научном смысле и с точки зрения биологической эволюции человек развивался и появились особенности вот в этом процессе длительном. Значит, появилось прямохождение, это важно, оно было необходимо, чтобы освободить руки. Появилась кисть, приспособленная к изготовлению орудий труда. Она освободилась, а потом усложнилась таким образом, что она смогла выполнять очень тонкие операции. И высокоразвитый мозг, который обеспечил возможность абстрактного мышления языка. Ну, вроде бы вот в учебнике школьном, где будут говорить о происхождении человека, нам так это и расскажут. Но все-таки между биологической эволюцией и абстрактным мышлением совершенно необходимый переход или даже необходимость чуда. Невозможно вот так понять, как это происходило. поэтому есть и религиозные, а также есть философские теории, которые пытаются это объяснить. Ну, во-первых, креационизм, про который я уже сказал. Никакой эволюции не было, а человек создан Богом вот прямо как он есть, вот изначально. Вот тот самый Адам, не мы-то хендриальный и не игрик хромосомный, а именно вот как Бог создал Адама, и он есть наш общий предок, и, соответственно, так все дальше пошло. Вот это представление, оно говорит о том, что, во-первых, человек создан по образу и подобию Божию, то есть вот Бог как бы себя из себя сделал человека по своему собственному образу. Вот, еще тут очень важно, что в этой концепции человек представляет собой совершенно уникальное существо, то есть он категорически отличается от животного мира, потому что в него вложено нечто особенное, в него вложена душа божественная, и, соответственно, он вот такой-такой уникальный, и вся эта теория акцентирует внимание именно на этой уникальности. И, кстати, креационистские теории не только религиозными бывают, потому что можно себе представить, что мы, скажем так, например, мы настолько сложные и уникальные в этом мире, и мы, опять-таки, не можем понять и описать, как мы произошли от животного мира, поэтому потребовалось вмешательство внешней силы, скажем, пришельцы прилетели, более развитые, и они как раз принесли нечто, некие гены или некую культуру, вложили в нас, или прям с нуля создали, или как-то видоизменили живые существа, и, соответственно, мы получили. тогда можно сказать, что уфология от слова неопознанные летающие объекты, unknown flying objects, вот эти вот как бы уфо, они как раз и создали нас, то есть это разновидность креационизма. Хорошо, то, о чем я рассказывал сегодня, почти с самого начала, вот до сегодняшнего момента, докреационизма, это называется в антропогенезе, это называется эволюционизм, то есть теория и идея естественного происхождения человека, когда он является продуктом такой общеприродной эволюции. Вот, и не в единый момент человек появился, а в результате довольно сложной эволюции, порождения одних видов живых существ другими, ну и, в общем-то, конечно, тут главным главной фигурой является Чарльз Дарвин, но не только он, а также и многие другие ученые, а, кстати, очень интересно, что современные генетические теории, они в значительной степени некое такое совершенно новое явление, и отмечу, например, такой факт, что в истории эволюционных теорий, а их бесчисленное множество на самом деле, однажды двое ученых, которых зовут Крик и Уотсон, получили Нобелевскую премию за изобретение, за открытие того самого генетического механизма эволюционного, так вот, значит, один из них, а именно Уотсон, отличился не просто тем, что он придумал эту теорию, разработал ее и получил Нобелевскую премию, ему также принадлежит фраза, я боюсь, точно я ее не воспроизведу, но его мнение заключалось в том, что он так и говорил, кстати, негры, не афроамериканцы, а негры, вот негры обладают гораздо более низким интеллектом, чем белые люди. Вот генетик, изобретатель сложнейшего механизма эволюционного, он таким мнением обладал, в результате чего он даже потерял очень важную интересную работу в том институте, где он делал эти открытия, но потом там как-то все-таки, ну, не буду эту историю пересказывать, но факт очень интересный. Так вот, значит, эволюционная теория, которая основана все-таки изначально на разработках Чарльза Дарвина, она ущербна тем, что она редуцирует феномен человека к его физической организации, а попросту говоря к телу, что мы люди, вот понимать человека можно через его тело, то есть эволюция по Дарвину это эволюция тела, и тогда мы вообще все теряем, то есть мы не можем вот из этих многочисленных метаморфоз одного вида Гома в другой, вот этот культурный уровень метафизический мы не ухватываем, непонятно, как он работает, и тогда начинает работать философия, то есть возникают философские модели эволюционной теории антропогенеза, ну, и они существуют разные, давайте я назову некоторые из них, значит, есть трудовая модель, игровая, психоаналитическая и семиотическая, вот вкратце вам скажу, что это такое, что такое трудовая, про трудовую в нашей стране хорошо известно, потому что это наследие марксистско-ленинской философии, которая даже и когда-то и в школах изучалась, значит, смысл в том, что животное приспосабливается природе за счет изменения своих биологических характеристик, а человек по-другому, он в результате своего труда поступает не так, он этим трудом изменяет окружающий мир и таким образом приспосабливается к нему, то есть ясно тогда, что с точки зрения этой теории эволюционный процесс живой жизни он очень длительный, а процесс труда быстрый, в течение одного поколения можно построить себе что-то вокруг себя и приспособиться, похолодало, а ты дом построил, труд, общественные отношения, новые орудия труда и, соответственно, это сущностная характеристика человека, труд также выступает как источник человеческой социальности и культуры и так далее, и так далее, все вроде бы понятно, но, видите, по сравнению с тем, кстати, что я говорю, есть существенные отличия, я говорю, что, в общем-то, я тоже говорю о трудовой деятельности, но о том, что она изменяет самого человека, а тут, как бы, человек остается самим собой, видо изменя окружающую труду, среду, но у Маркса не совсем так, потому что ранний Маркс, будучи наследником Фейербаха, он говорит о том, что человек является продуктом общественных отношений, то есть, он даже ставит задачу изменения человека, меняя общественные отношения, и в нашей стране эти социальные эксперименты были проведены в довольно радикальной форме, так изменим социальные отношения, что человек так быстро изменится, что прям вот рай на земле, коммунизм наступит быстро-быстро, привело это к невероятным трагедиям, но сегодня не про это разговор, значит, другая философская эволюционная модель игровая, такой голландский ученый, Йохан Хейзинга, живет в 20 веке, год смерти, по-моему, если мне память не изменяет, вот он применил такую модель, который называется «человек игры», и он, в общем-то, оппонировал другой известной модели, которая очень близка к модели труда, которая звучит как «хомофабер», «человек деятельный». Так вот, Хейзинга, у меня, кстати, ему будет посвящена отдельная лекция, кстати, следующая уже, он придумал такую теорию, согласно которой такая прагматическая деятельность человека, она не является одной из самых актуальных, наряду с ней существует игровая деятельность, тоже очень важная, которая как раз в некоторых смыслах более важная, чем практическая деятельность, потому что именно в ней возникает мир символических форм, если в обычной деятельности символы, семиотика не очень-то и важна, потому что мы просто работаем, вот у тебя лопата, у меня лопата, мы копаем яму, и для этого как бы слова не очень-то нужны, а в игре без слов не обойдешься, поэтому более сложная коммуникация, более сложные виды творческой активности, которые, кстати, избыточны к материальным интересам и необходимости выживания, но они есть, и они все более усложняются, и это приводит к тому, что вот в этом контексте появляются более сложные культурные модели, и человек очень быстро прогрессирует, и это как бы с точки зрения Хейзинга, это главный повод к тому, чтобы усложнять человеку самого себя. Значит, другая теория, известная психоаналитическая, но, конечно же, это Зигмунд Фрейд, а также Карл Густав Юнг, Адлер и некоторые другие психоаналитики, которые, ну, главным образом эта теория возникает, ну, впервые она возникает в работе Фрейда «Тотемы табу», и в этой работе он говорит о том, как бы, о генезисе культуры благодаря отношениям не просто даже среди первобытных людей, а вот, ну, в первобытном стаде, стаде обезьян, когда возникает некоторый такой всплеск, некоторое действие, порождающее культуру. С точки зрения Фрейда, это момент убийства молодыми самцами вожака этого племени, который обладал всем, в том числе и самками. Молодым самцам не позволено было приближаться к самкам, им это не нравилось, и, соответственно, происходит это убийство, и происходит акт осмысления этого убийства, который превращается в некоторое этическое осмысление, то есть, это плохо, так быть не должно, мы убили своего отца, почему же мы так сделали, и это становится источником появления религии и морали. Ну, не буду подробно на этом останавливаться, возьмите книжку «Тотемы табу» и прочтите ее, на самом деле это очень интересно, вот, и трактовка Фрейдом религии, последующие ее возникновения, это также очень интересно. Ну, и последняя модель из перечисленных это семиотическая, ну, скажем, это Клод Левистрос, знаменитый ученый, ну, и также гораздо более позднее, ну, например, Жак Дорида, хорошо известный французский философ, уже современный, да, ну, как бы, живущий в конце 20 века, живущий и работающий, вернее, да, это все известно. Короче, с точки зрения семиотической модели, человек рассматривается как единственное существо, способное к построению знаковых систем. Вообще, говорят, не совсем так, потому что, например, социальные насекомые имеют возможность создавать знаковые системы и пользоваться ими передачей информации. Но человек способен к созданию и осмыслению этих знаковых систем, а кроме того, вообще, человеческая культура рассматривается как знаковая реальность, основу которой составляет язык. Вот, и язык в этой теории понимается не просто как средство коммуникации, а как некий демиург, как некоторая обособленная осмысленная сущность, которая как бы создает культуру, хранит ее и умеет создавать, умеет саморазвиваться. И в качестве языка может быть понято не просто речь и письмо, а также различные формы нашей деятельности. Ну, например, система родства. Вот как мы, люди, в родственных отношениях взаимоотносимся друг к другу. Это тоже некий язык, который мы понимаем и, в общем-то, до сих пор ими пользуемся. Или различные ритуалы, или, например, структуры власти. Это тоже некоторый язык, который, например, в западном мире сегодня очень хорошо осмыслен и теоретизирован, а в нашей стране сегодня структуры власти вдруг приобрели некий такой даже мифологический, мистический образ, когда мы поклоняемся им, пользуясь им как определенным языком, не очень понимая, как он работает. Но это работает и как бы привело к некоторым особым, даже иногда патриархальным формам нашей жизни. Ну, что поделаешь, так у нас все-таки так это случилось. Так, хорошо, значит, есть философия, есть религия, которая, вроде бы, знаете, так складно все у них получается, и они вроде бы дают ответы на вопрос, как из обезьяны, из нашего, вернее, общего предка, получился человек, который достиг такого культурного уровня. Вы знаете, все равно непонятно, потому что, как неубедительно эти философские теории звучат, вот это недоумение все равно остается. Как биологические структуры превратились в сверхбиологическую сущность человека? все до конца непонятно. И рано или поздно кто-то, может, все-таки креационизм, может, все-таки привлечем некоторые мистические, мифологические, религиозные образы для того, чтобы это понять. Ну вот, смотрите, давайте, как вот, вот какие все-таки вопросы, которые вот такие проблемные, как непонятно до конца как на них отвечать. Вот есть бессознательный механизм биологической ориентации в среде да, у животных. Вот они умеют. Вот те самые коты или те самые страусы, которые тут сегодня бегали, они умеют так. И вдруг у человека появляется свободный акт целеполагания. И он, вроде бы, понятно, из этого биологического механизма возник. Как у животных, так и у нас, только гораздо более сложно, но они не могут понять эту цель, да, а мы можем. То есть вот этот переход от простейшего поведения животных к тому, что умеет делать человек, не очень понятен. Или как стадо животных могло превратиться в социальный организм. Ну хорошо, у них был труд, они научились сельскому хозяйству, но до того, как это произошло, что-то такое произошло, что эта социальность у них возникла. И тут вроде бы опять получается, вот без чего-то такого таинственного не обойтись. Или, например, у животных уже прекрасно есть способ такой оптической ориентации в пространстве. И многие животные, какие-то там, ну те же самые приматы, умеют для того, чтобы достать плод с дерева, воспользоваться палкой, поднять ее и сбить с дерева. А у человека это превращается в акт преднамеренной, опять-таки, целесообразной деятельности, которая предполагает изготовление и сохранение орудия, использование его и передачи другому члену сообщества и другим поколениям. И это как бы опять качественный скачок, который, да, ну хорошо, теории есть, но неужели они все объясняют? Или, например, аффективные выкрики смогли трансформироваться слова, осмысленные сигналы и речи? Как? Да, есть семиотическая теория, но она уже рассказывает о том, что есть, а об этом переходе не очень-то понятно, что она говорит, как это было сделано, да? И в целом все эти вопросы можно объединить в одно такое, да, недоумение, что есть переход от существования подчиненного инстинкта к осознанному и осмысленному. Как? Как это человек сделал, да? Ну, знаете, но в целом это можно описать такой теоретической пустотой между биологической эволюцией, пониманием того, что происходило там с первыми гоминидами и нашим мышлением на довольно высоком уровне, который, в общем, эта теоретическая пустоту требуется как-то заполнять, да? и очень часто философия скатывается вот в те самые мифологию, религию, магию и так далее, и так далее, да? И именно поэтому креационистские теории по-прежнему популярны и очень часто становятся почти единственными, которые все и объясняют, да? в качестве примера я приведу такого философа, я опять-таки о нем говорил на первой лекции как Макс Шеллер, вот, и знаете, это не просто какой-то философ, а это основатель философской антропологии, вот именно он придумал то, что сегодня нам с точки зрения философии наиболее точно и подробно и понятно рассказывает о человеке, так вот, Шеллер, наследуя идеям Шопенгауэра и Ницше, он говорит ну прямо о совсем-совсем мистическом, вот о таком, что, ну прямо вроде бы это и не наука какая-то, он говорит о том, что о двойственной основе сущего человека, он говорит о том, что существует такой мощный порыв энергетический самостоятельный и бессильный дух, мощный порыв вот этого энергетического это, в общем-то, поток жизни, такие хаотические силы природы вообще, вот все, что у нас природного, это вот та самая жизнь и порыв, а понятие духа обозначает высшие идеальные эмоционально-ценностные формы бытия, как в личных измерениях, так и в более обширном, широком плане содержания культуры, и что жизненное, вот этот порыв, это сильно, а дух, это нечто слабое, то, что не всегда, в общем-то, способно существовать, и это такая вечная борьба, а человека, Шеллер понимает, как его главную задачу, вот она очень красиво звучит, трансцедирование за пределы жизни, то есть мы, в общем-то, представляем из себя жизнь, вот тот самый хаотичный энергетический хаос, из которого мы появились, но наша собственная задача, наша цель, это вот выход, то есть трансцедирование за пределы жизни, мы, люди, это не совсем жизнь, мы вышли из жизни, мы встали над ней, мы создали в себе нечто, что не является жизнью в прямом смысле слова, и пользуемся этим активно, и это составляет как бы важнейший пласт нашего бытия, нашей сущности. И то, что говорит Шеллер, знаменитый философский антрополог, это как бы вот почти выводит нас из науки, да, вот некие такие ницшанские, там, шопенгарианские порывы, да, и дух тот самый, да, вот, и что с этим делать, как нам понимать это? Ну и, собственно, вот моя идея, как я хочу это сделать в цикле этих лекций, я хочу это сделать таким образом, что я, вот сегодня я вам рассказал о биологической эволюции человека, и нам, в общем-то, не очень понятно, как мы, как мы, в общем-то, да, понятно, как мы доэволюционировали, до Homo sapiens, но как все-таки мы получились людьми, не очень понятно, и я предлагаю на каждой лекции обращать внимание на какой-то очень характерный аспект нашего бытия, именно когда человек, что делал, он совершал какой-то очень маленький шаг, когда, будучи еще, вот, там, обезьяной или каким-то несмышленным существом какой-то культуры, ему вдруг удавалось что-то сделать, да, в результате труда или в результате использования семитических систем или языка, и он это не просто осмысливал, он не просто как-то вот брал это вот как должное, да, он, он, дело в том, что он брал ответственность на себя, он как бы, ответил, он делал, он прибавлял к своей ответственности еще один маленький шажок, он ее увеличивал, да, он понимал, это я, вот, в этом шаге это я, вот, то, что я сделал, это я, и я это присовокуплю к тому, что сделали мои предки и мои товарищи, это расширится, и этим буду я, и в этом я, мне не будет необходимости привлекать чью-то чужую волю для объяснения того, что со мной происходит, и тем не менее, вот, я считаю, что мы, люди, долго-долго этому учились, и именно это генезис человека, именно это антропогенез, именно так мы создавали себя, и все-таки, параллельно этому, мы очень сильно и очень хорошо научились совершенно другому, да, другому процессу, когда мы, осознавая себя в какой-то деятельности, научались перекладывать эту ответственность на кого-то другого или на что-то другое, да, и таким образом мы как бы усказали, мы очень любили это делать, только самые смелые из нас брали на себя ответственность, а другие говорили, да нет, все хорошо, да, не нужно отвечать за это, давайте что-то такое придумаем, что будет объяснять причины этих явлений, того, что с нами происходило, то есть приблизительно, как в древнем племени, знаете, вождь племени, он понимал, что происходит, что всем сейчас грозит смерть, поэтому нужно очень быстро что-то такое сделать, а все другие полагались на него и говорили, да, ты самый умный, смелый и сильный, поэтому, что нам волноваться, ты же всегда что-то придумал, и сейчас что-то придумаешь, и знаете, человек до сих пор такой, до сих пор он умеет вот эту эшелонированную оборону создать в собственном столкновении с реальностью, да, что-то такое происходит, а нам говорят, ну, что нам волноваться, у нас есть Собянин или Лужков, или другие институты власти, или другие культурные институции, которые нам объясняют, зачем мне понимать, что такое современное искусство, я пойду на лекцию, мне там расскажут, я делегирую эту ответственность, и там я не буду сам это делать, кто-то другой за меня, да, это сделает, да, и вот эти процедуры делегирования ответственности, они необычайно сложные и развитые, и до сих пор все еще в лице религии и власти человек прилагает массу усилий к сотворению ложных образов и основ собственного существования, но я предлагаю в цикле этих лекций постоянно думать о том, как мы раньше когда-то, кто-то из нас, самые смелые, пытались брать ответственность на себя, закрепить ее и научить нас этому, и вот так мы шли-шли вперед и создавали себя человека ответственного. Вот, а в конце сегодняшней лекции я хочу вам показать еще один видеоотрывок, он такой, вот, я знаете, я сегодня несколько вам уже видеоотрывков показал, и в каких-то из них звучала такая юмористическая нотка по отношению к тому древнему человеку или к нам самим, а сейчас я хочу особо вот так подчеркнуть эту разницу между нами современными и тем древним Homo habilis, который что-то умел и, кстати, нас этому научил, а мы-то теперь можем к нему так довольно иронично относиться, а что он умел там заточить копье камнем и ткнуть своего товарища, который там закричит от боли. Поэтому Homo habilis, если ему нужно было построить дом, то единственное, на что он был способен в своем путешествии куда-то из одного места в другое, они умели натащить камней более-менее крупных, расположить их кругом и также расположить ветки таким как бы шатром так, чтобы немножко все-таки уберечь себя от непогоды, от диких зверей, как бы спрятаться. В общем, полноценное жилище они построить не умели, но к чему-то все-таки были способны. Так вот, я вам хочу показать один эксперимент, который заключается, и таких экспериментов, кстати, несколько проводилось, но это, наверное, один из самых интересных и убедительных. Как построить жилище, если у тебя нет никаких инструментов вообще, но ты оказываешься в ситуации, вот, скажем, того самого хомо хаббелис, у тебя перед тобой, ну что, земля, камни, вода, деревья, а больше нет ничего. Ты еще когда-то не мог ничего сделать, потому что не было технологии просто технологии отношения к реальности, да, примитивных инструментов, технологий их создания. А сегодня мы, люди, мы знаем и умеем необычайно много. Вот, значит, такого человека современного помещают в среду природную, да, и у него нет ни одного инструмента, единственный, кстати, инструмент, который ему разрешили использовать, даже не использовать, а просто из приличия, ему разрешили надеть на себя шорты, но он ими никак не пользуется, кстати, в этом эксперименте. Вот, значит, ему нужно построить дом, и вот он, собственно, это делает, и обратите внимание, вот там просто можно разложить на составляющие, да, там есть самые необычайные мысли и технологии, я думаю, что этот человек, даже если он и не знает, что такое квадрат Малевича, то, конечно, он знает, что такое квадрат, то есть он владеет геометрией, да, а Хабелес не владел геометрией, вот, а здесь в результате таких довольно очень простых знаний, которые мы получаем в пятом классе средней школы, вот получается что-то такое необычайно совершенное. Там это довольно долго все происходит, потому что за минуту, за которую длится это видео, дом не построишь, но я его сократил по времени, убыстрил, чтобы нам все-таки быстро этот визуальный образ постичь. дом не véritом, но теперь жёстка, шэр, это моя моя Продолжение следует... 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 Продолжение следует...